пишет пишет привет ребята меня зовут кривошейная елена где нужно ники обычной келени и я иногда пишу видюшки и про жизнь и в том числе про город кира где я живу давайте сегодня вам покажу видюшку как будто вы едете со стороны города перми может быть екатеринбурга сибири забыла все название городов красноярска и так далее то есть вот с той дальней стороны и вы едете в город киров или проезжаете его мимо и так что вы увидите въезжая в наш город так представьте что вы въезжаете в город киров со стороны перми и например вам нужно добраться до вокзала автовокзала может быть у вас там гостиница а может вы поедете куда-нибудь дальше итак мы едем мы уже с вами в городской черте ребятки и мы подъезжаем к так называемому старому мосту у нас в городе два моста старый и новый такие вот незамысловатое название старый строился в советские времена и мои родители все это даже помнят как строился этот мост а новый строился уже в мои времена и я помню как строился этот новый мост видим посту въезжаем на старый мост слева у нас будет дымкова слободан дымкова где делали дымковскую игрушку а справа вот проехали перекресток где был светофор там спичка спич фабрика то есть район спич фабрики где делали спички в нашем городе вот мы сейчас с вами едем по старому мосту и впереди у нас открывается панорама города самый непутевый вот этот вот это вот синее здание офисный центр кристалл его построили совсем-совсем недавно и он как-то вот мне кажется из архитектуры ты конечно выбивается всего остального побережья а вообще хотел сказать город сохранился в том виде в каком и был нет не совсем конечно в том виде в каком был вот еще немножечко вам панорамки конечно же он изменился конечно же появились какие-то новые здания новые постройки извините перестроюсь затор затор что такое на въезд в город так-то вторая половинка дня конечно народ может возвращается вот то есть город в принципе панораму города видели такой потому что люди приезжали в город по реке ну это я наверное еще всякие дореволюционные времена имею ввиду то есть основные движения артерии для движения были реки вот слева вот тут самый комплекс кристалл про которые вам говорила который как-то очень непутево построили ведь он такой вот громадным конечно красивый красивый нет он не очень красиво на обыкновенный но вид красивый на реку и на даль из его офисов то есть у тех у кого окна выходят на сторону реки конечно очень хорошо смотрится впереди здание девятиэтажечка там раньше был магазин азербайджан то есть продукты такого плана из азербайджана сейчас там по моему что-то мебельное сделано и видите как интересно раскрашен домик пятнистенько так уголочек этого домика девятиэтажечки это стиль дымковской игрушки то есть дымковская игрушка которая делась у нас в вятке кстати раньше город киров носил название вятка наверное по реке который у нас здесь есть она тоже вятка посмотрите какой затор это кошмар то есть до вторая половина дня народ возвращается в город одному сейчас финтушами но я так и планировала но и думала насколько хорошо мои решения мы сейчас уйдем с вами по улице казанской улица казанская переходила плавно в казанский тракт который вел на казань то есть дальше уже как бы в сторону центральной россии или южный скажем так и по нему движение это конечно тоже очень большое то есть принципе это и направление на москву и вот сейчас мы с вами уже едем по этой самой улице казанской нас окружает девятиэтажечки девятиэтажечки кого какой период их искать кручевского периода нет не хрущевского конечно да ну в общем советского периода получается вот маленькие домики достаточно старые вот пошли дома поновее которые построены более же вот скорее всего даже кооперативный вот у нас по моему управление газпрома такое красивенькое сделанной парковку них не путевая стать никогда негде получается все еще едем по улице казанской если меня не собьет машина которая не знает что не уступить дорогу то мы проедем дальше а ребят неожиданное сооружение вот сейчас придется в живот или это желтенькое лиза желтеньким но точно здесь это у нас ребята вот не догадаетесь это у нас тюрьма представляете рядом с тюрьмы такую красотищу построили такой красивенький домик по дорогим ценам там идут квартиры значит тюрьма у нас центре города не баран чихал да вообще она существовала давным-давно но она по-моему была не тюрьма в которой сидят она как пересыльные то есть старые дореволюционные времена она тоже была но во первых по причине что здесь все таки немножко был загород то есть не самый наверное центр города во вторых вроде как рассказывали что доставка заключенных опять же шла по реке вятки река вятка кстати сейчас по идее поверну и будет все понятно а посоль еще пожалуйста вперед вот это вот шпиль торчит это у нас мечеть представить у нас даже есть мечеть в общем как бы она как-то так прямо не выставляется как-то так сильно в городе но тем не менее существует то есть мусульманская община тоже существует а река вятка у нас сейчас левее идет и левее же у нас идет александровский парк вот бытность советского назывался халтуринский ну наверное вы ничего не слышали про халтурина 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 в общем халтурин это террорист который пытался убить царя александра а парк строился как раз в честь царя александра второго который вроде как должен был приехать вятку по моему не проезжу не приезжал но тем не менее вот в советские времена парк переназвали с александровского на халтуринский то есть на того террориста который на этого царя александра покушался а сейчас переминали обратно в честь царя проехали слева это был стадион динамо едем мы дальше впереди церквушка церковь она до сих пор восстанавливается видите там объявление такое висит собираем на полы то есть могут привлечь виде реклама везде действовать даже в сфере религии то есть привлечь верующих для помощи восстановления церкви справа интересная кафешки необычного плана такого современного сделаны как под комнатки что ли под под жилые под квартирники скажем тогда еще я не успеваю рассказывать справа вот ребятки видите это училище искусств сейчас вспомню здесь училище культуры там учат ну например режиссеров танцоров а есть училище искусств там учат петь играть на музыкальных инструментах то есть известно такой в городе вообще получается туда улица у нас такая художественная потому что сейчас учишь искусства да все правильно а вот это розовое слева которая проезжает до сейчас это у нас училище художественное там учат художник вот представляете какой у нас город культурный да то есть чему у нас только не учат так едем мы дальше справа вот это вот здание это у нас фсб там есть и такие просто серые коробки и в том числе есть очень красивый захваченный фсбшниками замок здание старалась еще в дореволюционный период она похожа на замок очень красиво оформлено строилась как дом презрения изначально на меценатские деньги но фсбшники решили что то и подходит лучше вот у нас тут гостиничка губернская когда на забыла мотель что ли называлась раньше мотельные губернский не губернский не знаю в общем смысл такой что это что мотель раньше слова же было не в ходу и я помню проходили мимо и так тут его чуть такой мотель впереди вот там осталось до впереди это у нас парку филармонии я забыла может у него есть какое-то название на меня нет машина у меня все вылетело из головы как она как она как это у нас называется я потом вспомню я вам скажу вот впереди мы едем вот это вот розовое здание там у нас находится бассейн бассейн пед институт у нас кстати бассейном достаточно много я не успеваю рассказывать в общем бассейн не пед институт пед университета педагогический бассейн в общем смысл такой у нас раньше был пед институт потом он стал университетом потом несколько учебных заведений объединили вместе сейчас я не знаю что но мы по-прежнему по старинке называем бассейн пед института вот вот тоже там спортивный комплекс кстати там факультет есть физкультуры да и вот физкультурник община где-то учиться все остальные студенты просто могут ходить заниматься ой мы сейчас по такому знаменательному месту поем мы съехали с казанского это тракта да там она перекрывается как раз парка филармония у нас справа а вот это у нас ребята густели радио да наверно я не знаю гости ради но смысл такой что здесь снимают передачи все такое видите у нас там если успели увидеть у нас там телевышка так мы едем вперед сейчас прокачу вас по такой улице интересной здесь у нас на уголочке банк хлынов сейчас погодите пересеку перекресток потому что там часто выскакивают неожиданные машинки вы уже почти выскочил так сейчас проверим вот здесь у нас вот это вот красненькая слева это у нас калинка морозов в общем сейчас попробую сказать у нас железная область соответственно у нас пушные звери и у нас меха и у нас как-то слободской слободская фабрика мехов да то есть в советские времена прямо туда специально приезжали чтобы что-то купить потому что ничего нифига нигде не было и в постсоветские приезжали очень морозов занимался мехами потом он начал немножко расширяться и попытался построить спортивный скажем центр то есть тут можно покататься на ватрушках на лыжах там сделана большая горка наверно не увидите вот как я сейчас съезжаю с горки да там такая же и вот а улочка вот не знаете какая даль да там кстати дальше лесозавод тоже старый очень район пересняки лесозавод по-разному называет лесозавод то что там был лесозавод то есть по переработке леса сейчас он в принципе тоже есть кстати там недавно был совсем пожар и даже не знаю чего от завода осталось то что горел то достаточно сильно мне показали только видюшки я все хотел съездить и посмотреть вот я перескакиваю с другое ладно проехали калинку морозов спортивный центр ну как бы слева лесозавод на берег а вот хотели бери переделывать район лесозавода и он реально старый там с дома барачного типа да то есть просто строили для работников чтобы их можно было туда заселить и вот и хотели весь лес завод переделывать и сделать из него чуть ли не такой спортивный район это мне рассказывали не знаю насколько как бы на самом деле так я планов никаких не видела то есть сделать спортивные районы там построить различные спортивные объекты спортивное сооружение один там уже имеется ну очень большой спортцентр я не была ну там по моему много чего есть а вот как раз тоже красненько здание вот эта калинка морозов вот с этого здания мне кажется у него все начиналось вот он как бы сделал офисный центр а потом пошел расширяться до спорта но как-то вот это вот спортивная гора то которую я вам показывала по которой мы спускались из-за которой был лесозавод она какая-то очень не очень честно сказать как-то там очень грустненько и бедненько ну ладно так мы с вами выехали в цивилизацию просто мне нравится вот так по краешку кататься мы выехали в цивилизацию мы находимся на с вами на улице милицейской сейчас мы вам пересекать улицу ленина вот если бы мы поехали вправо вы бы опять вернулись к тому старому мосту по которому мы с вами проезжали но мы с вами поедем прямо а если вы поехали ли влево налево то мы бы сейчас я соображу что мы бы они ничего мы бы вы теоретически могли бы выехать на мосту на был фун на москву но это не не самый ходовой путь и там не очень хорошая дорога потому влево на москву мы обычно не ездим вот мы едем по улице милицейской смотрите везде начинается немножко заторы что-то не рановато начинается обычно у нас где-то после трех пол четвертого начинаются пробочки а сейчас я смотрю уже сейчас но возможно это у нас из-за снега у нас два дня наверное был очень большой снегопад и даже сегодня в общем-то снег валил хотя вот сейчас уже прекратился на улице прибраны не очень и возможно из этого где-то идут немножко застревание в проезде мы едем по улице милицейской они все остановились хотела вам показать рынок то есть впереди сейчас будет рынок он будет правее нас наверное вот он уже начался вот эти вот здания это рынок но здание не только как бы окружает рынок по периметру а внутри он нас смотрите центральный рынок а внутри он у нас скажем открытые ряды да то есть прямо стоящие на улице хотя есть павильончики вообще получается что рынок у нас находится в центре города это же недавно были скандальные споры администрация объявила что рынок убирает вернее как бы убирает или переносит но если переносит то назван был совершенно совершенно окраинный район куда его собирались переносить ветер центр города мест это козырное построить бы жилые здания какие бабки можно заработать ну в общем чуть ли по моему не до пикетов доходило что эти рыночные рыночные продавцы да очень возмущались то есть у них бизнес скажем весь сбивали плюс возмущались обычные граждане потому что одно дело приехать на рынок в центр города да и пройти что-то купить то что нужно и другое дело выбираться куда-то совершенно на окраину то есть народ в общем то просто-напросто не поедет мы проезжаем вот здесь детский садик зелененькие по моему это сейчас не знаю раньше по вам был единственным детский садик если не путаю у которого был свой бассейн представляете то есть детишки могли посещать бассейн мы едем все еще по улице милицейской и мы приближаемся к перекрестку с улицей карла маркса карла маркса идет параллельно улице ленина и параллельно реке вот сейчас река осталась у нас за спиной она сзади наша река вятка пока то по имени которой когда-то назывался город вятка а еще он кстати когда-то назывался хлынов идут споры насчет переименования ну как бы где-то взятку конечно переименовать не в хлынов ну вот пока пока как бы видимо желающих чтобы переименование было они пока еще не переспорили и город все еще остается кировом на видюшке как кажется что уже совсем вечер вечер но в принципе так светленько еще все видно ой как у нас плохо почищены ребятки улице до меня это так огорчает но почему почему но это может не только в нашем городе кирове а вообще вот как-то просил посмотрите какие прямо снежные горы ну что москвичи или питерцы смотрите это видео нет как как вам у вас получше наверно будет ну я так понимаю что в москве в питере снег вывозится может конечно не со всех улиц может быть на окраинах тоже вот так же все звали ну вот посмотрите на обочину вот это вот вот эти вот все снежные штуки они сужают улицу примерно в два раза ну хорошо в полтора вот-вот это тоже как бы все так грустно и из-за этого как-то все очень смотрится грязно не ухоженно не устроено я не знаю это менталитет наш российский это как бы вот что что приводит к такому почему нельзя как-то очищать убирать отсутствие денег не знаю как бы непонятно простите подбрызнула стекло немножко чтобы это чтобы у нас поярче видно было ну мы уже в общем-то приближаемся скажем к вокзалу автовокзалу вокзал автовокзал у нас очень близко расположены в квартале друг от друга я считаю что это очень удобно потому что кто-то например из области приехал на автобусе тут же квартальчик прошел оказался на вокзале и может ехать в какое-то далекое путешествие ну или наоборот приехали на вокзал и могут уехать куда-то дальше по области вот здесь у нас находится школа по-моему ой ребята так номера школ плохо помню может быть 58 если они путаю хотя представляете я ведь училась вот в том пединституте про которой я вам рассказывал который один из высшего учебных заведений нашем городе один из самых известных был и я здесь в этой школе проходила первую практику то есть даже не практику а как бы я уже в общем-то вела предмет нам на пару с подружкой на пробу вот дали вести и мы в этой школе оттренировались ой смотрите какие пробочки вообще немножко в шоке то есть это время обычно уже пробочек не бывает мы приближаемся к с вами к следующему светофору следующему перекрестку и это перекресток с улицей милицейской по которой мы едем и и октябрьским проспектом вот октябрьский проспект тоже одна из основных артерий нашего города она идет параллельно улица ленина и улице карла маркса октябрьский проспект это одна из самых больших улиц что в плане протяженности то есть он очень длинные мне кажется да он пожалуй идет через весь город и он очень широкий то есть он даже разделен на две части то есть как бы посредине его проходит аллейка ну вот в этой части октябрьского проспекта а здесь просто разделение а выше если бы вот мы в ту сторону уходили как бы ну опять же ближе скажем к старому мосту да там вообще аллейка нормальная хорошая аллейка по которой гуляют пешеход пешеходы на очень просто граждане гуляют и стану скамеечкой стоят деревья растут там яблоневые деревья растут то есть летом весной вернее очень красиво когда они расцветают белым вот мы пересекаем октябрьский проспект видите какой широкий получается я погодите пересеку а то там сзади машина меня пугает а ну вот и все и в общем то мы практически приехали как это вас провести то лучше довести вас до вокзала до чтобы вы могли посмотреть наш вокзал ну давайте мы сейчас едем с вами по октябрьскому проспекту спускаемся вниз то что вот вы видите слева здание пятиэтажечка с красными надписями часто по моему то ли магнит или пятерочка раньше был так называемый дом радио то есть там продавалась и телерадиоаппаратура но и продавались различные штучки для телерадиоаппаратуры то есть мы можно было купить какие-то не знаю как насчет приборчиков но какие-то детали для ремонта телерадиоаппаратуры да это было возможно возможно было повернуть направо и мы бы ушли сразу к автовокзалу но я хочу вам ну не то что показать вокзала хотя бы показать направление где находится этот самый вокзал я же обещала довести вас до вокзала кстати вот здесь слева маленькая такой небольшой пожарная часть и там иногда проводят соревнования не открытые можно поприсутствовать то есть это очень интересно все смотрится когда пожарные лазят по всяким лестницам там даже из зажигать я была на одном из таких соревнований то есть там даже реально как бы зажигает огонь и его потом тушат это очень прикольно как так здесь хотел сказать сложный перекресток он несложный но здесь постоянно бегают пешеходы и он без светофорный еще здесь постоянно стоит гаи которая ловит те машинки которые не пропускает пешеходов мы с вами выезжаем на комсомольскую площадь вот наш октябрьский проспект как бы утыкается в улицу комсомольскую и вот сейчас мы выезжаем прямо на комсомольскую площадь так комсомольская площадь посмотрите если вы видите сейчас за троллейбусом чуть если вы видите а вы наверно ничего не видите а вот все видно домики видите тоже раз к раскрашенном стиле дымковской игрушки то есть ну как бы в общем хотели да продемонстрировать родной край но не всем нравится такая окраска вилана немножечко такая слишком ярковатая липоватая и как бы ну возможно не очень подходящая для домиков потому что уж очень они большие до дымковская игрушка на небольшого размерчик это вот ребята мы у вокзала вот слева вот это маленькое зелененькое здание то есть железнодорожный вокзал вот впереди вы видите торговый центр лета он просто торговый центр у нас если нужно назначить какую-то встречу вокзала чаще всего именно назначают в лете потому что это удобно я сейчас просто круто носит везу вас еще до автовокзала поднимемся вверх так едем сейчас у меня уступи дорогу погодите немножко буду внимательно потому что там идет поток автомобильчиков а вы пока впереди любуйтесь на вокзал вот он впереди находится господи чё попало люди делают ужас какой вот он вокзал представьте что вы приехали в киров и вам можно идти гулять путешествовать смотреть наш родной город и первое кого вы видите это кировчан которые ухищают которые уезжают из кирова которые пошли на вокзал чтобы с кирова уехать я шучу конечно возможно кировчане а возможные гости города возможно не не на вокзала просто на остановку видите здесь остановка здесь кстати останавливается очень много автобусов и троллейбусов потому с этой точки можно в общем-то уехать в любую точку городу скажем так так а мы едем в сторону автовокзала как я по-моему уже говорил у нас автовокзал всего квартальчики от вокзала то есть вот так вот вверх нужно подняться и мы окажемся у автовокзала в этом желтеньком здании которое впереди раньше находилось агентство аэрофлота агентство наверное наговорить да а мы привыкли вот так вот местное агентство как смешно агентство аэрофлота продавали аэрофлотные билетики по моему там что-то тоже сейчас есть но так видите понапихали всяких магазина черненько за ним выглядывает это дом фото тоже это у нас известное в городе здание то есть он реально был дом фото вот я что-то сейчас думаю он советских времен был дом фото то есть если вам нужно было фото на документы вы туда приходили и фотографировать вот это вот черненько да видите вот но пришел же сфоткался ушел чего тут занимала все эти этажи я не знаю а назывался дом фото и был дом фото это уже позже сейчас там понаделали магазинов офисов ну как-то так вот ребята мы подъезжаем же к автовокзала слева вот здание пятиэтажка там всегда был раньше магазин забыл я какой они и мебельный попой блин вы представляете у меня как бы мелькает я начинаю говорить у меня вылетает ну вот он наш автовокзал полюбуйтесь то есть куда вам больше нравится приезжать на вокзал или до автовокзал автобусы отправляются в разные города нашей области и по-моему даже в далеких это города но точно знаю что на казани из по моему нас актив кар есть этот близ близлежащие близлежащие города к нам примерно 450 500 600 километров ну все мы доехали приезжайте к нам в киров буду рада видеть пока пока